Дорогие друзья, рада всех приветствовать. Смотрю, у нас в 501 60 человек. Хорошо, будем с вами знакомиться. Меня зовут Филиппова Ольга, я ведущий специалист учебно-металлического центра компании «Антиплагиат». И вот этот вебинар мы с вами проведем вместе. Он рассчитан примерно где-то плюс-минус час. Я постараюсь вам рассказать сегодня, как система «Антиплагиат» помогает работать с текстами, с искусственным интеллектом, но не только. Естественно, всех-всех-всех наших секретов и возможностей мы не раскрываем прям сразу же, потому что у нас есть более углубленные и курсы, и отдельные вебинары, и за один час все объять, к сожалению, невозможно, объять необъятное. И хочу начать с указания, какой у нас сегодня будет план. Про искусственный интеллект. Это проблема для академической честности или нет? То есть, как говорится, to be or not to be. И и или не и и. Какие новшества в системе «Антиплагиат» уже есть, в том числе детектора искусственного интеллекта? Да, расскажу даже подробно о курсе повышения квалификации, о работе в системе «Антиплагиат» от нашей компании, и почему, если вам это интересно, да, стоит сходить туда, на эти курсы, какие знания вы приобретете. Затем будет, естественно, блок про выявление искусственных текстов, чем можем помочь мы, система «Антиплагиат», компания «Антиплагиат». Затем ответим на вопрос, кто принимает решения о допуске, работа с искусственными текстами к защите или публикации. И в конце, да, предусмотрено время на ответы на ваши вопросы. Для того, чтобы мне было проще на них отвечать, пожалуйста, пишите вопросы. Можно хоть сейчас, но я отвечу в конце, но на отдельной вкладке, на вкладке «Вопросы». Сейчас я посмотрю, да, там доступно, доступно можно писать, потому что в чате я потом в конце вебинара уже к ним не смогу докрутить. Поэтому вот отдельно на вкладочку «Вопросы». Итак, в двух словах, да, вот этот вот курс, на который мы тоже вас приглашаем совместно с площадкой, которая сейчас нам помогает и принимает, мы проводим 9 вебинаров, даем всем участникам курсов 7 практикумов. То есть вот такое достаточно большое количество академических часов предусмотрено на данном курсе. Каждый получает пакет методических материалов, рекомендаций для использования дальнейшего. На период обучения всем, у кого нет или есть доступ к своей организации, к антиплагиату, выдается отдельный учебный доступ к системе антиплагиат ВУЗ. И чем отличается этот курс повышения квалификации от обычных вебинаров, которые мы проводим, в том числе бесплатные у нас есть занятия, практические задания. Каждый участник выполняет, получает обратную связь от преподавателя и при условии успешного завершения курса получает сертификат удостоверения установленного государственного образца или сертификат, что прослушал, так сказать, этот курс. Название. Да, Татьяна, большое спасибо, уже озвучила. Старт 29 октября. Это у вас тоже в чате есть эта информация. Ну и давайте пойдем непосредственно к сегодняшней тематике. Поговорим в двух словах о проблеме академической честности в образовании и науке. Наверное, вы поняли, почему здесь вот такое изображение очень милого пиратика. С чего все начинается? Да хоть с детского сада, со школы, с первых классов. Ну а потом, чем старше, тем больше. Ну и, естественно, эта привычка переносится и в вузы, ну а из вузов, естественно, и в взрослую жизнь. Что можно брать чужое? Ну так называемое пиратство. Да, пиратить, забирать какие-то результаты чужого труда. Ну и когда вот малыш вот в таком где-то в возрасте, да, сделать для него доклад вместо него в детский садик, ну а потом, может быть, и в школе второй, первый класс, а потом дети начинают пиратить самостоятельно. Ну и вот эта вот проблема академической честности, если для вас это также актуально, можно нажать на огонечек. Действительно, спикеру тоже приятно, что его слова какую-то поддержку находят. Вижу огоньки, спасибо большое. Это ваша обратная такая связь мне. Вот, и в чате можно также обмениваться мнениями, но вопросы, напомню, отдельную накладочку. Вот, итак, то есть начинается все из глубины веков, и просто так вот по щелчку пальцев эту проблему академической честности решить невозможно. Ну и, как говорится, пришла беда, в кавычках, откуда не ждали, появился искусственный интеллект. Вернее, он уже давно есть, но появились искусственные сгенерированные тексты. И как же это понять? То есть проблема академической честности выходит на новый уровень. То есть мы про плагиат точно знаем. Это плохо. Брать чужое, выдавать за свое нельзя. Писать работу на заказ нельзя. А если написать с помощью искусственного интеллекта можно или нельзя? Как же быть? Ну и вначале я хочу, чтобы вы тоже ответили, в том числе для себя, на этот вопрос. Допускать или не допускать к защите, к публикации, выпускные работы, диссертационные работы, научные статьи. Я прямо на экране вывожу голосование. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который там видите прямо на экране. Галочку поставьте и нажмите «Завершить голосование». И минутку времени на это посветим. Затем посмотрим результат. Прошу прощения, я сегодня тоже подстужена, как обычно. У многих сейчас осень наступила, и многие борются с вирусами. Я стараюсь, не сдаюсь, но буду иногда прихлебывать чай. Пожалуйста, завершаем голосование. Еще 20 секундочек буквально, просто чтобы минута прошла. Нас в сети, ну-ка, еще разочек посмотрю, 66 или 65, мелковато. И завершили голосование 27 человек. Малопата будет, пожалуйста, те, кто еще этого не сделали, напишите. Выберите, вернее, подходящий ответ для вас, на ваш взгляд. И завершите голосование. Ну, раз, два, три. Все. Елочка, гори. И, кстати, уже совсем-совсем скоро будем и Новый год встречать. Завершаю голосование. Хочу показать всем эти результаты. Ну, посмотрите, пожалуйста, на экран. Допускать или не допускать к защите и публикации работы с искусственными текстами. Голоса распределились ровно пополам. Ну, в общем-то, это и ожидаемо. Потому что сейчас ни в стране, ни в мире вот каких-то единых требований на использование сгенерированных текстов не придумано. Вот чтобы на всю планету, да, можно или нельзя, разрешать, не разрешать, давать студентам возможность писать с помощью искусственного интеллекта свои работы или не давать. Этого никто сейчас вам не скажет. Ну, и что же тогда делать? Вернемся к нашей презентации. Секундочку. Так, и вот давайте поговорим. Это на этой странице сейчас будут появляться примеры использования искусственного интеллекта в различных вузах. Можно, нельзя. То есть там создается в каждой организации собственный регламент, собственное положение об искусственном интеллекте. Ну, возможно, оно включается в какие-то еще другие внутренние положения. И дается возможность людям выбирать. Вот вы видите вуз, РГГУ. Это первый вуз, в котором произошло вот такое вот известное событие, что студент захотел и написал с помощью искусственного интеллекта работу. И его работу все-таки приняли, поставили троечку, но все-таки ее зачли. И это вот, по-моему, зовут Александр, фамилия Жадан. И вот этого студента, как говорится, с него и все пошло-поехало. Значит, некоторые организации, вдохновившись этим примером, разрешили использование искусственного интеллекта. А некоторые организации запретили. В том числе сам РГГУ запретил. Еще в Токийском университете запрещают научные работы, написанные с чатом GPT. Студенты Китайской Народной Республики не получают диплом, если использовали искусственный интеллект. А вот МГПУ, Московский городской педагогический университет, разрешил писать дипломы с помощью искусственного интеллекта. Также сюда можно внести высшую школу экономики, еще и еще и еще некоторые организации известные. И, соответственно, каждая организация создает свой собственный регламент. И там она прописывает ограничить, разрешить, запретить или же вот обучить, как использовать искусственный интеллект. И вот таким образом мы с вами должны решить каждый, что называется, для себя, допустимо это или нет. На чем основываться? Ну, конечно же, на общем мировом опыте. Вот, например, группа редакторов общемедицинских журналов, видите, сокращение. Участники ее собираются каждый год и работают над едиными требованиями к рукописям. Вот это медицина, скажу еще раз. То есть место и категория нашего общества, где очень важна цена ошибки. Огромно буквально, да. Соответственно, если ИИ что-нибудь написал такое, вот лечить этого пациента вот такими-то лекарствами и вдруг начать, да, лечить, это может привести к летальным в том числе последствиям, да. Вот, поэтому редакторам медицинских журналов эта группа рекомендует, что авторы обязаны использовать, обязаны указывать, использовали они или нет технологии искусственного интеллекта. Вижу, вижу, опоздавшие, которые прослушали все начало, да, пишут вопросы в чате. Татьяна, если вы слышите, можете написать, пожалуйста, да, потому что я отвечать на такие вопросы больше не буду. Итак, если авторы использовали ИИ, они должны в сопроводительном письме, в представленной работе указать, как они использовали искусственный интеллект. Чат-боты, такие как чат-GPT, в Российской Федерации есть аналоги, не должны указываться в качестве авторов. То есть это не автор, это не... Они не несут ответственности за точность, достоверность и так далее. Они не живые. Это хоть и называется интеллектом, но это полностью искусственная технология. Про авторов, естественно, тоже вот эта группа редакторов не забывает. Говорят людям, которые пишут статьи, что все-таки ответственность несете вы, не ИИ. И авторы должны тщательно просматривать и редактировать результаты того, что если им даже искусственный интеллект написал, потому что эти правдоподобные, на первый взгляд, результаты могут быть абсолютно неверными, неполными, предвзятыми. То есть здесь вот специально жирненьким, да, выдело. Потому что искусственный интеллект, не интеллект в общем понимании этого слова, это всегда работа с вероятностями. Вспоминается старенький анекдот. Какая вероятность встретить на улице динозавра? Я смотрю в окошко, вижу, не вижу. Вероятность 50 на 50. То ли встречу, то ли нет. Но мы с вами знаем, что ответ абсолютно нет, потому что у нас есть еще некоторые области знания, из которых мы знаем, уверены, что динозавров сейчас нет существования. Так вот, авторы должны в состоянии быть доказать, что в их работе нет плагиата, и в том числе в текстах, изображениях, созданных искусственным интеллектом. Так вот эти генеративные модели учатся на огромных массивах данных. Нет-нет, да и да. В их результатах выдачи в искусственном интеллекте появляются вещи, которые, возможно, уже были написаны кем-то и защищены авторскими правами. То есть выдаст либо что-то вот такое, компиляцию из того, что уже давно было, либо очень похожий на то, что было. Текст в таком случае тоже вероятность не исключена. Тем, кто рецензирует. Если здесь сейчас есть люди из журнала, которые пишут рецензии, допускают и допускают, пожалуйста, нажмите огонечек, чтобы тоже знать нашу аудиторию рецензента, необходимо обеспечивать конфиденциальность рукописи. И, соответственно, если... А, все-таки есть огонечки, да? Хорошо, я думала, что... Ну, зря, наверное, зачитываю. Нужно учитывать, что искусственный интеллект не дает нам никакой конфиденциальности. Потому что если вдруг вы загружаете в какой-то искусственный интеллект работу на рецензию, этот искусственный интеллект потом ее, как говорится, вот эту работу разнесет по клочкам, он ее себе тоже, так сказать, присвоит. Ну, если вы уже слышали, если вы читаете, если вы слушаете какие-то вебинары и ролики про искусственный интеллект, искусственные чаты очень любят присваивать авторство себе. Вот в тот самый чат с G5 и так далее спрашивают, задают вопрос, кто написал этот текст. Ну, и чат отвечает, это я написала этот текст. Все, вы просто вот и без затей. Соответственно, редакторам тоже стоит знать, рецензентам, что искусственный интеллект генерирует тексты, которые могут быть очень похожи на достоверные, авторитетные, но не полные, не предвзятые и неверные от слова совсем. Как же теперь быть? Что же делать? Ведь искусственный интеллект просто уже шагает по планете и от него никуда не деться. Соответственно, нужно результаты вот этих вот действий с искусственным интеллектом каким-то образом проверять, регламентировать. Ну, и нужен специализированный инструмент. Такой инструмент есть. В системе антиплагиат присутствует детектор искусственного интеллекта. Самое интересное, что в этом детекторе также есть элементы искусственного интеллекта. Но прежде чем я перейду к этому самому вкусному фрагменту, я хочу вам рассказать о главных изменениях в системе антиплагиат за последний год. И хочу начать с вот такого важного момента, который, к сожалению, не все рецензенты, педагоги, проверяющие преподаватели, сотрудники диссертационных советов учитывают при проверках своих подопечных текстов от своих сотрудников и так далее. Поиск заимствований с учетом структуры документа. Вот, кстати, изображения в моей презентации частично сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, частично найдены в банках, у нас есть платные подписки изображений, а есть, которые рисовали люди. Задачка не для, как говорится, непростая – отличить одно от другого. Ну, я, естественно, не буду сейчас ставить вам эту задачу и писать, просить в чат. В чат просто для себя. Каждый попробуйте подумать, какая из этих картинок была нарисована и и, какая человеком, а какая где-то вот просто была найдена. Итак, вот о том, как теперь выглядит новая страница загрузки. Она буквально появилась у нас в понедельник. Это когда? Это вчера, да? Позвчера. Прошу прощения, у меня уже немножечко сместились даты. В понедельник, два дня назад. На странице загрузки у вас теперь при работе системы антиплагиат новый интерфейс. И я хочу показать непосредственно через демонстрацию экрана. Открываю демонстрацию экрана. Весь экран. Сначала я во весь экран, а теперь наша система должна быть видна во весь экран. Вот он, наш кабинет. И под ним главная кнопка для тех, кто хочет проверить документ. Кнопа «Проверить». Нажимаю на эту кнопочку, и открывается вот эта страница с параметрами загрузки и проверки одновременно. То есть раньше у нас было одно окошечко с двумя вкладками. То есть вот это вот сразу же видели параметры проверки загрузки, а параметры проверки нужно было нажать на вторую кнопочку. И представляете, вот это вот одно лишнее действие, ну, большой такой, не могу сказать процентов, доля случаев просто игнорировалось. А именно здесь, вот сейчас я обращаю ваше внимание на вот этот вот раздел, так сказать, параметры проверки. Проверять с помощью системы антиплагиат можно работать целиком, но не проверяя на предмет заимственный титульный лист, предположим, содержание, методы. Потому что методы разработаны кем-то когда-то, если студент, аспирант, диссертант взял и использовал методы, которые изначально где-то сгреплены. Ну, вот зачем их еще раз, еще раз, еще раз, много-много раз перепроверять на заимствование, правда ведь? Выводы обязательно оставляем. Библиография. В ближайшее время еще будет вот такое у нас изменение, которое связано с библиографией. Сейчас библиографические списки, если вот эту галочку оставить, полностью красятся зеленым цветом, что относится к цитированию. Однако же это отнимает у процента оригинальности какие-то вот числа. К сожалению, вот мы проводим вебинары очень регулярно, постоянно говорим, что процентный подход несостоятелен. В том числе сегодня мы узнаем, почему и из-за искусственного интеллекта процентный подход будет абсолютно неверен. Вот. И вот смотрите, в некоторых организациях все равно требует процент. Если библиографию отключить, она не будет влиять на процент оригинальности. Ну и приложение. Приложение, в которое прикрепляются тоже какие-то металлические пособия, какие-то анкеты, шаблоны и так далее, и так далее. В общем-то, из того, что здесь скорее все-таки оставляем введение, выводы, содержание тоже можно оставить, а титульный лист, не вырезая из файла библиографию приложения, мы можем просто не проверять. Вот на это ваше особое внимание тоже хочу обратить, потому что в параметрах загрузки все понятно, а вот сюда вот, когда это была вторая вкладочка, да, никто особо не обращал внимания. Только верные последователи и адепты наших вебинаров знали об этом новшестве. Ну и сейчас я обратно вернусь в презентацию, друзья, потому что там все побыстрее и попроще будет показать вам. И дойдем до искусственного интеллекта. Итак, вот здесь вот внизу, внизу тот же колокольчик, я не успела показать, внутри системы антиплагиат, колокольчик тоже с каким-то таким еще пометочкой, внимание, посмотри сюда. То есть вот эта вот наша страница сейчас выглядит таким образом, что невозможно буквально с нее уйти, не понажимав на различные кнопочки. Внешний вид изменился. Сути проверки это никак не меняет. Но для тех, кому важно не просто процент, не просто умный налево, красивый направо, вот эта возможность отключения различных разделов очень-очень полезна. И, соответственно, если мы сняли вот такие галочки, то, на скриншоте покажу, проверяется не вся работа, а пропускаются те разделы, которые вы отключили, и в проверку идут по умолчанию основная часть, там даже нет возможности выбрать, чтобы снять с нее галочку. Основная часть, главное, по умолчанию проверяется, а также вот мы оставили вывод до содержания введения. Вот. И антиплагиат честно говорит, предупреждая, что проверено не все 100% работы, а вот такое-то количество, потому что часть разделов была исключена из проверки. И это нормально. Вот именно эта нормальная ситуация, а не когда несчастных студентов, диссертантов, авторов научных статей заставляют доделывать свою работу, чтобы она вписалась в прокрустного ложа вот тех самых процентов оригинальности. Вот на это, обращаю ваше внимание, антиплагиат. Это помощь и преподавателям, и авторам, и в смысле студентам, и диссертантам пишущим, и сотрудникам диссертационных советов проверяющим. То есть это именно в помощь. Но, к сожалению, любой инструмент можно также использовать как инструмент наказания. Например, тот самый топор, которым можно пойти нарубить дровишек, опогреться, шалаш себе сделать с помощью веточек нарубленных. А можно пойти и, как вот мы знаем произведение, великое преступление, наказание, порешить старушку. То есть с антиплагиатом давайте обращаться как с полезным инструментом. И, соответственно, вот помните, я говорила, да, библиографию включать, не включать. Вот это вот наглядный пример. Библиография в данном случае не исключена была из проверки, галочка не снята. И она занимает 12 с небольшим процентов. Они находятся вот здесь. То есть большая часть из 19 процентов цитирования составляется из библиографии. Если бы мы ее исключили из проверки, изначально сняли галочку, то вот здесь вот было бы всего 7 процентов цитирования. И, соответственно, оригинальность была бы больше на 12 процентов. Ну, это вот такие мелочи, такие нюансы, которые, к сожалению, далеко не каждый проверяющий знает или хочет учитывать. Поэтому тем, кто автор, тоже мы проводим наши занятия, в том числе сегодняшний вебинар. Думаю, что здесь и так с одной стороны, с другой стороны, и те, кто проверяет, и те, кто сами пишет работы. Если это так, то огонечек внизу. Ну, вот, знать нужно, как работает система антиплагиат. Мы вам всем, друзья, помощники, инструмент для использования, облегчения, так сказать, своей работы, но никак не истинно в последней станции, потому что любой полный отчет можно редактировать. И это как раз вот сделано было, ну, практически, ну, еще не год, но в декабре прошлого года. Все равно это еще для многих является новшеством, поэтому коротко я остановлюсь. Вот такой теперь современный вид полного отчета. Список источников ярко, крупно. Раздел вот такой вот сверху вниз идет, если преподаватель, профессор и так далее, проверяющий чью-то работу, он изначально отсекает самые крупные источники, потому что они строятся от самого крупного к самому мелкому. И затем, когда уже вот эти верхние источники были проверены на предмет соответствия законодательства, то есть это не плагиат, это самоцитирование желтеньким цветом, цитирование зелененьким цветом, а вот красные цвета, это значит, антиплагиат нашел совпадение, но они не оформлены так, как цитата. Вот, видите, зеленая цитата, красное совпадение, желтое самоцитирование. Результаты проверки, да, в процентах высвечиваются. Но автоматическая проверка – это не итог. Каждую работу надо читать, проверять и делать собственные выводы. В том числе скоро, ну, практически каждая работа, скорее всего, с которой вы будете сталкиваться, будет написана с помощью искусственных генерированных каких-то фрагментов. Так вот, что же с этим делать? Тоже изучать. Про переводные заимствования не забываем. То есть искусственный интеллект – это последний из ныне существующих способов облегчить себе жизнь. А вот переводные заимствования тоже были и появились тоже не вчера. Таким образом, в системе антиплагиат есть специализированные модули переводных заимствований. Вот здесь вот краткая история развития. Вот, с 2017 года начались уже работы над поиском англо-русских заимствований, русско-английских заимствований и так далее, и так далее. Ну, и два года назад уже был введен специализированный модуль переводных заимствований, который позволяет обнаруживать переводные вот эти вот фрагменты со ста мировых языков в любых сочетаниях. Хотите русский-английский, английский-казахский, англо-немецкий-польский-избекский и так далее, и так далее. То есть антиплагиат не стоит на месте. И если сейчас всех интересует ИИ, в антиплагиате есть детектор ИИ. Но до этого тоже было много интересного. Переводные заимствования могут быть действительно мультиязычными. И вот здесь вы видите скриншот, переводные заимствования модуль. Если мы нажмем на кнопочку «Сравнить то, что мы читаем и то, что найдено было с помощью антиплагиата совпадения», то откроется страница, где будет оригинал текста. Возможно, он будет на русском, на немецком, на французском, на английском. Здесь мы видим работу на, по-моему, немецком. Нажали, посмотрели, там что-то другое. Сравнили. Можно с помощью переводчика посмотреть автоперевод. Кстати, автоперевод – это тоже искусственный интеллект. Мы же им пользуемся, да, все нормально. И еще один инструмент, который появился и который стал революционным. В этом году этот инструмент подключен всем. Ранее это подключалось по запросу. А сейчас поиск заимствованных изображений есть в доступе у всех и авторов, если они используют платные тарифы на системе для частных лиц, и для тех, кто работает с корпоративными версиями. И, соответственно, сначала нужно проверить работу обычным способом, а затем нажать еще кнопочку «Проверить по изображению». Да, огонечек, спасибо. Дело в том, что документ же – это не только текст. Там могут быть и изображения, и формулы, и данные, и коды, и цитаты. И вот про формулы, таблицы, схемы, графики, чертежи сейчас не говорим. Говорим про изображения. Призаимствования, которые могут исказить каким-то образом, отзеркать, повернуть, кадрировать, цвета поменять, качество испортить, пропорции нарушить. Ну, антиплагиат ищет все вот эти вот возможности и показывает, на какой, в данном случае, документ, изображение ведут вот эти совпадения. Как я говорила, это отдельный поиск. После обычной проверки нужно зайти на специальную вкладку «Поиск по изображениям». Она появилась у всех. Нажать кнопочку «Искать по изображению». И вот тоже примеры, такие очень показательные. Очень востребована вот эта функция, опять же, в медицинских организациях, которые, ну, в общем, общие, естественно, научные, скажем так. Вот это вот некие фотографии с диоксидом, по-моему, так, что у нас там? Композитом. Композитом магния, композитом цинка и просто каким-то неизвестным композитом. Это разные работы. Используют одну и ту же картинку, подписывают как им угодно и сдают. Но с помощью системы антиплагиата вот такую нечестность, можно сказать, да, первый пример показывает, ну, явно, да, что что-то не то. Можно обнаружить с помощью системы антиплагиат. И еще пример. Здесь более даже такой наглядный. Вот в этой стороне, в этой работе проверялся, ну, использовались, вернее, снимки рентгеновские, мальчика 8 и 14 лет, мальчиков, male children. А вот здесь, оказывается, один и тот же человек, и это 20-летняя женщина. Вот очень наглядно, да. Соответственно, антиплагиат помогает бороться с разными видами академической нечестности, которые, вспоминаем, да, откуда тянутся, еще с времен детских, детских садов. Ну, и является системой поиска заимствований на русском языке номером один в России и странах СНГ. Сейчас хочется остановиться. Раз вот наша программа, да, настолько хороша, мы для всех желающих повысить собственную квалификацию регулярно два раза в год, то есть два раза, да, не часто-часто-часто, а два раза в год проводим курсы повышения квалификации. Здесь ссылка, ну, и знаете, давайте я ее, чтобы вам не ждать скачивания презентации. Ага, кто-то к нам только присоединился. Добрый-добрый день, конечно, да, но начало вам уже придется смотреть записи. Так вот, можете открыть эту страничку, оставить у себя, пускай она в браузере лисит, потом после вебинара вернетесь к ее изучению внимательному, внимательному изучению. Сейчас вопросы какие-то, если появляются, то, да, ссылочка еще Татьяна продублирована. У меня просто ссылка, а здесь красивое такое описание с авторами. Один из них я. Вот, и стартует этот курс 29 октября. Друзья, вот наши спикеры, не только в записи в чате, а еще и с фотографиями. Вот здесь вот ваша покорная слуга, наша коллега из Республики Беларусь, кандидат на педагогических наук, доцент и руководитель учебно-медагогического центра компании «Антиплагиат» Ольга Белинка. Вот эти три человека будут вести для вас занятия курса повышения квалификации, после которого вы получаете и удостоверение государственного образца. Программа курса, вот здесь я все зачитывать не буду, но, друзья, вы пришли на вебинар, который связан с искусственным интеллектом, значит, вас эта ситуация интересует, да, одним из пунктов курса повышения квалификации будет отдельное занятие по работе с искусственно-занулированными текстами. То есть что делать, если обнаружили в подробностях, у вас будут домашние задания по этим тоже, в том числе, да, текстам. Ну и еще будет общая информация, что такое «Антиплагиат», как вообще анализировать, редактировать отчет, оценивать самоцитирование, цитирование, какие бывают правомерные заимствования, неправомерные заимствования, как внедрять систему «Антиплагиат» в организацию, то есть если у вас ничего нет или там, так говорится, еще не настроено, вот этот также курс будет вам полезен. Возможно, не вам лично, а кому-то из вашего руководства можно донести информацию до сведения. И если ваша организация уже является клиентом компании «Антиплагиат», на этом курсе предусмотрены скидки. Ну а также Татьяна озвучивала, что при оплате до 15 числа, до 15 октября, также предусмотрена пониженная цена. И про возможности взаимодействия преподавателей и студентов в системе «Антиплагиат», про администрирование системы «Антиплагиат» также пойдет речь. То есть это универсальная программа для тех, кто хочет от начала до конца разобраться в нашей системе. И вы получаете... Здесь главное отличие, что вы получаете практические навыки. Для того, чтобы ознакомиться с системой, можно просто прийти на вебинар, послушать, ну или там просто где-нибудь мурлыкает, да, сертификат получить. Так некоторые делают, чтобы побывал, послушал. Но если вы хотите именно практических навыков, то, пожалуйста, приходите на курс повышения квалификации. Вот здесь вот оставлю полностью, не зачитывая отклики участников предыдущих наших занятий, курсов повышения, выяснилось, говорит один из наших выпускников, что добрые половины возможностей «Антиплагиата» не знала. Первоначальная оценка степени владения функционалом по десятибальной шкале была завышена раза в два. То есть вот сейчас человек понимает, что может быть бесплатно получить только какую-то часть видимого айсберга, а что внутри, что внизу, это будет доступно после подробного изучения на курсе. Структуризация информации и обратная связь. Здесь участники выделяют вот эти вот главные особенности. То есть не только мы сидим, рассказываем, что-то такое интересненькое, а вы внимаете, но еще и вы делаете практические задания, и мы даем обратную связь каждому посетителю курсов повышения квалификации. Итак, приглашаю. Ссылка в чате. Пожалуйста, приходите, если это интересно, или отправляйте своих коллег на этот курс. Можно учиться хоть один, хоть два, хоть три, хоть десять человек. Цены и все остальное на странице, которую вы видите в чате. Итак, давайте поговорим сейчас о самом вкусном и интересном. Том, собственно, на что вы пришли. Как выявлять искусственно-сминерные тексты? Чем может помочь вам система антиплагиат? Как я уже сказала, что в антиплагиате есть детектор искусственного интеллекта, а в детекторе есть искусственный интеллект. То есть обучение нашего инструмента по выявлению искусственных текстов шло также на огромной базе данных. Ну и обучался он на академических, научных, учебных текстах и выявляет сгенерированные фрагменты. Внутри, после того, как вы проверили ту или иную работу, если появляется вот такая яркая строка, красная, на страничке результатов проверки, это значит, что либо, то есть два варианта, либо в этой работе была применена маскировка заимствований, тоже наверняка знакомая вам, это тоже тема будет разбираться на курсе повышения квалификации, замена букв на А, на А, буквы О, на О и так далее, и так далее. Наоборот, вставки невидимых символов, слов, страниц, сканах и тому подобное. Тогда система антиплагиат тоже помечает такие работы красным. Так, Александра Балкина, приятно видеть, знакомые все лица. Тоже говорит, рекомендую курс, прошла три года назад, но в прошлом году обучили мне помощники. А, обучались помощники, там, наверное, Т9. Кстати, Т9 – это тоже элемент искусственного интеллекта первого, который появился во всех наших сотовых телефонах. И иногда он нам помогает, а иногда ставит в некие такие казусные ситуации. Здесь я не имею в виду. Ну да, окончание изменилось. А бывает, что и гораздо хуже. Итак, вернемся к детектору искусственного интеллекта. Спасибо большое, Александра. Да, в прошлом году обучились сотрудники. И тоже позитивные эмоции. Благодарю за вот такую прям живую, ненадуманную обратную связь. Так что те, кто меня слышит, задумайтесь. Сейчас у нас 74 человека в сети. Задумайтесь о том, чтобы кого-нибудь из вашей организации сподвигнуть на вот эти курсы. Это не значит, что нам срочно-срочно-срочно нужны ваши деньги. Нет. Это говорит о том, что мы, как компания, разработчик системы, помогающие искать заимствования, и неправомерные, и правомерные, и цитаты, и самоцитирование, и искусственный интеллект. Мы хотим донести до как можно большей широты публики, что наш инструмент – это далеко не тот самый молоток, которым надо бить по пальцу, чтобы он туда, куда не надо, не лазил. Правда? Мы хотим как можно большему количеству людей рассказать, что такое антиплагиат, как его применять, как с его помощью бороться с нечестными людьми, которые не соблюдают принцип академической честности, и как не наказывать тех, кто ни в чем не виноват. К сожалению, бывает часто очень наоборот. Наоборот, все невиновные наказаны, а виновные награждены. Увы, увы и ах. Это все происходит от того, что ориентация идет, к сожалению, на какие-то формальные показатели, в том числе и проценты. Да, вот огонечки, наверное, вам знакомо. Спасибо большое. И вернусь к этой красной строке. Это либо маскировка. Прошу прощения, что вот так вот кашляю, но невозможно было уберечься, к сожалению. Либо это маскировка, либо это искусственный текст. Вот здесь вот есть ссылка подробнее. И когда мы переходим в раздел «О подозрительном документе», мы видим вот такое вот ярко-розовое выделение цветом фрагментов, которые были созданы с помощью искусственного интеллекта, предположительно. Так, участилась. Предположительно, потому что ни один инструмент не сможет вам стопроцентно гарантировать, что да, в этом тексте был искусственный интеллект, а да, вот в этом не было. Иногда, бывают, редко, но бывают, ложноположительные или ложноотрицательные результаты. Ложно-положительные. Не было искусственного интеллекта или маскировки, а антиплагиат сработал на какие-то признаки вот этих вот нечестного такого поведения. И наоборот, есть, но антиплагиат не показал. Это редкий случай, порядка 1%. Друзья, они бывают, поэтому мы тоже честно про это рассказываем. И что делать в таком случае при ложно-положительном, ложно-отрицательном, мы тоже рассказываем на курсе повышения. Для тех, кто интересуется и кто хочет уже сейчас больше узнать о том, как к искусственным текстам относятся в академической сфере, в сфере обучения, можно посмотреть записи вебинаров. Это вот май этого года, сгенерированные тексты ВБКР, имитация или норма, выбор университетов. Это ящик Пандоры или каша из топора, прошлый год, ИИ или не ИИ, круглый стол онлайн, и статья за кулисами интеллекта ЧАД-GPT. Также мы разработали, и есть возможность скачать памятку по работе с текстами с искусственным интеллектом. Когда вы скачаете эту презентацию, нажмете на памятку, откроется страница для скачивания. Больше информации по теме, естественно, нам преподносят еще и различные средства массовой информации. Прокомментировали государственные органы власти, роль искусственного интеллекта в учебном процессе. Иностранные наши коллеги также пишут статьи, как, например, преподавателю понять, что текст генерирован нейросетью, даже не используя антиплагиат. У них вот нет антиплагиата. У них что-то другое, но там какие-то совсем другие алгоритмы работы. А этот человек пишет, что преподаватель просто, даже без какого-либо инструмента, может понять, что текст генерирован. Это переводная статья. Друзья, вот такой вопрос к вам сейчас. Все же кто принимает решение о допуске работ с искусственными текстами в защите или публикации? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто будет ответственным за воспитание вот этого маленького пиратика? Кто будет принимать решение о допуске работ с генерированными текстами в защите или публикации? С нашей стороны система антиплагиат делает все доступное, все возможное для того, чтобы можно было разобраться, есть в этом документе искусственный интеллект или нет, и что с этим дальше делать. Так, завкафедра и научный руководитель, вуз. Для студентов руководитель, студент руководитель кафедры, научный руководитель, да, научный руководитель, кафедра, вуз. Ну, вот действительно, скорее, пускай это будет на всю организацию, когда работа проверяем на плагиат, работа уже имеет допуск. Ага, то есть сначала проверяется качество работы, потом на плагиат, да. Интересно. Учебное заведение или редакция? Спасибо большое. Вы абсолютно правы. Ну, а вы, как представители вот этой вот организации, получается, что, собственно, вы и принимаете это решение. Как вы решите, так и будет. Вот это результаты предыдущего опроса, что допустить, не допустить. У нас сегодня, напомню, было 18 на 18. И вот сейчас можно раскрыть презентацию, которая уже ваша. Я сейчас, давайте, раскрою эту презентацию для скачивания. И вы можете скачать. Там будут и ваши результаты 18 на 18. И ответ вы написали в чате самостоятельно. ВУЗ. То есть не придет кто-то за вас и не даст вам вот этого знания. Каждая организация, кафедра собирается, там кафедры собираются, и в организации создаются регламенты. Регламенты, в том числе об искусственных текстах, о маскировке, о правилах оформления. То есть вот, знаете, все, что вы напишите в локальном акте, будет обязательно для использования внутри вашей организации. Поэтому если вы написали нельзя, то так и будет. Если вы написали можно, а как можно? Что же тогда делать с вот этими вот фрагментами искусственного текста, которые вы обнаружили с помощью антиплагиата? Друзья, к сожалению, сегодня я не смогу дать вам этот ответ. Вы понимаете, да, что очень подробно и развернуто мы все это будем изучать на курсе повышения квалификации. В том числе будут практические задания и по текстам с искусственным интеллектом, и по текстам другим диссертационным, научным статьям, выпускным работам. И даже если вы еще не совсем подробно знаете систему антиплагиат, уже можно приходить, ну хотя бы, да, вот видели, что это такое, знаете. Вот с нуля, наверное, не стоит приходить. Но если вы видели, поработали хоть несколько раз, загружали работу в систему антиплагиат, и хотите понять, как же это все-таки все работает. Ну и тем более, если вы уже давно работаете в системе антиплагиат, и видите некие проблемы, некие сложности в вашей организации, то сами приходите, приглашайте своих коллег, потому что вот те самые регламенты, те самые процедуры внедрения системы антиплагиат будут разбираться очень подробно на данном курсе. Так, друзья, у меня на сегодня все, потому что и время уже подходит, вот без пяти минут как раз уложилось, и сейчас пять минуточек на ответы на вопросы, которые я вижу, они есть, я сейчас их зачитаю. Добрый день, говорит Александр. Планируется ли в компании антиплагиат проверка программного кода на генеративное происхождение? Знаете ли, вот подобные инициативы за рубежом? Спасибо. Александр, про вот именно такое развитие системы антиплагиат я не исключаю возможности, но вот прямо сейчас у меня информации об этом нет. Программные коды и формулы, и некие наборы символов, которые используются в различных областях нашей жизни и знаний, антиплагиат сейчас не проверяет. Он проверяет тексты. Программный код – это не текст. Возможно, такие планы есть. Я ваш вопрос обязательно скопирую и отправлю нашим разработчикам. Про зарубежные... Ой, боже мой, простите, пожалуйста. Зарубежные инициативы сейчас тоже не подскажу. Насколько мне известно, нет. Спасибо за интересный вопрос. Но это, наверное, следующий виток развития и, возможно, такое ответвление, да, если система антиплагиат будет в дальнейшем в эту сторону смотреть. Александра, добрый день. Очень рада тебе новшествовать за год. Вопрос в полном отчете, в перечине источников совпадений. Иногда есть метка, что в публикации есть список литературы. Но когда на эту метку нажимаешь, это отсылка к инструкциям по работе системы, и все. Может быть, какой-то из-за подписки антиплагиат-эксперт кому обратиться. Александра, здесь все правильно действует. Это просто такое информационное окошечко. Возможно, нам бы, конечно, хотелось бы, чтобы это окошечко переводило именно на ту строчку в списке литературы, где есть вот это вот название такое же. Это... Давайте я сейчас... Ох, быстро найду, не найду. Попробую. Вот те, кто не торопится никуда, посмотрите. Демонстрацию экрана. Весь экран. Найду, постараюсь найти такой пример. Это нормально, то, что Александра описывает. Так, вернемся в кабинет. Здесь вот посмотрю. Например, вот в этой диссертации. Есть ли нечто подобное? Так. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, вот, видите, бинго. Получилось. Вот эта речь сейчас... Ой. Так, двигаемся. О вот этом значке. Вот он, значок. Значок. Треугольник, восхищательный знак, звездочка. Источник указан в библиографии. Подробнее там действительно переведет на инструкцию. В том числе там будет и про вот этот значок, там некоторая страничка. Что это значит? Это значит, что ровно вот такое же название, как вот здесь считалки в народных играх алтайцев, есть в списке литературы. И если мы перейдем там в список литературы, мы найдем ровно такое название. То есть это еще вот пространство к размышлению, к тому, что если вдруг вот это вот место было бы красненьким подчеркнуто, а написано в списке литературы, такой же источник есть. Это для эксперта проверяющего сигнал к тому, что такой текст использовался студентам, диссертантам и так далее, и был указан в списке литературы. То есть это как минимум не красное, а зеленое. То есть это цитата. Вот о чем речь. Но я поняла, что хотелось бы, наверное, чтобы было и переводила сразу же в список литературы на эту страничку. Это и моя мечта в том числе. Так, вернусь к вопросам. Вернусь к вопросам. Спасибо. Далее. Любовь. Есть особые требования для проверки текстов по юриспруденции. Любовь. И да, и нет. Вот их как таковых не существует. Вот нигде. Но, естественно, эта тема витает в воздухе, потому что юристы обязаны употреблять в своих работах множество отсылок, цитат, связанных с законодательством. Законодательство написано не этим автором. Естественно, да. Он его цитирует. Система антиплагиат помечает цитаты именно из законодательства с зеленым цветом и относит к цитированию. Но это, соответственно, отнимает некие проценты от оригинальности. К юридическим работам нельзя подходить с единым аршином, таким же, как для работ, например, по естествознанию или по литературе. Ну, и же с ними. То есть есть особенности. И мы планируем, например, в компании «Антиплагиат» вебинар «Круглый стол», который будет связан именно с юридическими, проверкой оригинальности юридических работ. Вот я сейчас ищу. Вот я сейчас прямо в чат, друзья, скину ссылочку на «Круглый стол» по проверке работ по юридическому гензии. Спасибо за вопрос. Далее. В настоящее время есть система подготовки проектов нормативно-правоохактов с использованием ИИ. И каким образом будет оцениваться нормотворческая деятельность с точки зрения антиплагиата? Ну, у системы «Антиплагиат» нет никакой точки зрения. Это инструмент. Это техническое средство помощи при принятии решения. Ну, если нормативно-правовой акт написан с помощью искусственного интеллекта, и «Антиплагиат» это пометит, может сработать. Потому что, вот, помните, там есть ссылка на памятку? Там есть некоторые указания. То есть я сегодня их не озвучивала, потому что они здесь в памятке. Можно, знаете, много где узнать, какие есть отличия искусственных текстов. Если они вдруг появятся в нормативных актах, и антиплагиат сработает, решение за вами. Ну, если это, во-первых, нормативный акт, и он уже принят, и антиплагиат пометил, что это искусственный интеллект, и он действительно, этот нормотворческий документ был сгневен с помощью искусственного интеллекта, ну, а в чем здесь противоречие? Да, есть искусственный интеллект. Да, это нормативный акт. Да, он принят на территории нашей страны. То вопросов никаких не будет. Антиплагиат сработал, молодец, да. Мы знаем, что там есть искусственный интеллект. Мы используем дальше этот закон или кодекс. Приведите про примеры успешного или неудачного, Дмитрий, использования искусственного интеллекта в написании научных статей дипломных работ, которые существуют на сегодняшний день. Ну, у меня таких примеров нет, Дмитрий. Успешное и неудачное. Ну, вот у меня, я вам сегодня его говорила, когда первый студент написал с помощью искусственного интеллекта свою выпускную работу, мы тройку поставили, а потом запретили для всех последующих поколений своего вуза. Но удачное, я могу сказать, не именно про тексты. На самом-то деле искусственный интеллект уже пронизывает нашу жизнь сверху донеза, начиная от неких элементов искусственного интеллекта в Т9, заканчивая беспилотным транспортом. То есть это можно назвать удачным. Но насколько удачно генерировать искусственные тексты, это вряд ли кто сейчас ответит. Извините. Как студенты и исследователи могут эффективно использовать искусственный интеллект, не нарушая академических норм и стандартов? Если вы напишите, что это разрешено вам, если вы декларируете, что ответственность... Простите, пожалуйста, боюсь, что много уже не смогу говорить. Час прошел, голосовые связи, говорят, хватит. Эффективно использовать. Если то, что нагенерировал искусственный интеллект, принесет пользу, это можно использовать, не нарушая академических норм и стандартов, если именно человек берет ответственность на себя. Как использование ИИ в научных исследованиях меняет и изменит в будущем наше понимание авторства и интеллектуальной собственности? Дмитрий, я верну этот вопрос вам. Всем, кто слушает, мы это узнаем своим чередом через энное количество лет. Что говорит ВАГ по поводу журнальных работ с искусственным интеллектом, диссертацией с искусственным интеллектом? Пока у меня никакой информации об этом нет. Говорят, каждая организация, которая создает свой регламент, есть некоторые рекомендации. Ну, а ВАГ, возможно, когда-нибудь тоже напишет какую-то рекомендацию. Пока информации об этом нет. Друзья, спасибо большое. Вопросы закончились. Я завершаю свою речь, передаю слово Татьяне. Приходите на курсы повышения квалификации. Ну, и до новых встреч онлайн. Надеюсь, я уже буду вполне здорова. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok